Маша, здравствуйте, у вас были какие-нибудь комплексы? Конечно, девочки, я же не просто так-то освобождаю от комплексов. Вы не представляете, из какого я вылезла. И у меня же всё, я комплексовала по поводу прошлого, что я наркоманка была, что я была проститутка, что я сидела, что у меня ВИЧ я комплексовала. Я комплексовала из-за плоской жопы. У меня её не было, у меня сейчас немножко появилось, а так вообще всегда было. Из-за своих худобы я комплексовала очень сильно. Из-за того, что я постарела очень сильно. Из-за того, что у меня ВИН нету комплексовала. Из-за того, что с мамой такие отношения комплексовала. Из-за того, что друзей нету комплексовала. Из-за того, что не работаю комплексовала. Из-за того, что... Ой, блядь. Из-за внешности тоже комплексовала. Понимаешь? У зубов нету у меня комплексовала. А вот... Из-за всего, из-за живота комплексовала. Понимаете? Я из-за всего комплексовала. Я же слова не могла сказать, понимаешь? Я же в такой жертве была вообще. Я в этом треугольнике Карпана была. Почему я могу и объясняю, как это легко? Я из такого рабства вылезла, девочки. Я ещё религиозница какая была, девочки. Я такой грязью себя чувствовала вообще недочеловеком. Я думала, что я сатана. Я думала, что я демонюга какая-то, что Бог меня ненавидит. И люди, и даже, девочки, я была настолько закомплексованная, что когда меня насиловали, я думала, что они со мной правильно поступают. Меня пиздили, насиловали, приговаривали, что я животное, а мне перед ними было стыдно, что я такая мразь, шлюха. Вот настолько, вот с такого минуса я выбиралась. И выбралась. А сейчас я считаю, что я сама охуенная королева. Поняли? И меня никто не... Меня Бог поднял оттуда. Из самого днища, из самого ада просто вытащил меня. Ад был в голове, в сознании. Я очень была. Я вам говорю, я очень была закомплексована. Понимаешь? Я кому угодно могла позволить, чтобы мне там и полностью, кто угодно мог по мне проехаться. Я молчала в тряпочку. Я со всеми была согласна, что я урод. Меня в школе, когда булили, сначала... Ну, я сначала сопротивлялась, знаете, когда у меня был самый тяжелый момент в моей жизни. Когда мне было 13 лет. Ну, у меня в деревне были всегда друзья очень хорошие. Я каждый лет ездила в деревню. И меня там очень сильно любили все. И поэтому до того момента у меня как бы, ну, особо, ну... Ну, там я не комплексовала. До того момента я не комплексовала. А потом у нас там появился мальчик взрослый. То есть ему 18 было. И он только с малолетки освободился. Вот, мужик. Ну, для меня он был мужик. А я такая была. И его кто-то против меня там на стену... Ну, что-то там, короче, такое происходило. Я не знаю, там что-то у меня есть спиной. Вот. И он меня возненавидел. И он меня пизил. При всех моих друзьях. И за меня никто не заступился. Вообще никто. И потом у меня была лучшая подруга. Там Маша тоже ее звали. И она ко мне подошла и сказала... Я не буду с тобой дружить. Я не хочу, чтобы ко мне относились так, как... Это был первый раз, что меня булили в деревне. Всегда я там была... Ну, я всегда... Мы с детства в одной коляске ездили. Со всеми с детства там дружила. Всех знала. Первый раз меня булили там. И вот тогда я поверила. Вот с 13 лет я прям ушла. Вообще блюда и комплексы. Я тогда стала прям... Все, я урод, короче. Раз даже они... Раз даже это... На следующий год у меня уже все просили прощения. Там все. Ну, вот. Я считала, что меня никто не полюбит. Я считала, что меня никто... Что меня невозможно любить. Что я какая-то, ну, пришибка. Что вот... У меня же поэтому... Я вот и ублюдков всяких выбирала себе. Думаю, выберу самого вот ебанутого. Ну, хоть он меня будет любить, наверное. Вот такая, девочки. Вы не представляете. Я в такой жертве была. Я в таком была... Поняли? Я думала, что я мусор. То есть я была уверена. Я смотрела на себя глазами этого мира. Понимаете? А потом Бог мне просто очистил. А мы вообще в чувства привел. Показал мне, что такое любовь настоя. Как Он меня любит. Кто я в духе. Глаза мне открыл. Я Его глазами, когда на себя посмотрела, я влюбилась. И хрен, кто меня переубедит. Понимаете? Я знаю, кто я. И вот с того дна я поднялась. И Он меня поднял очень высоко в духе именно. Он мне тайны свои... Бог меня выбрал. Бог мне тайны свои рассказывает. Ха-ха! Что мне что скажут сейчас? Понимаете? И поэтому я смотрю на всех. Как это Бог выбирать ничего незначащее? И делает Его это. Понимаете? И последние станут первыми. Вот. Я была мусором, отбросом. Отбросом. Торчухой. Я даже среди наркоманов была изгоем. Я даже нарки булили девочки. Я даже среди наркоманов была изгоем. Даже там была в жертву. Меня шваркали на бабло. Я на ломке провела больше, чем торчало. Меня на бабло сколько расшваркали там. И пиздили. И там, и все, и все. И продавать не хотели. И слухи про меня расходили. Я даже среди них была изгоем. Понимаете? Вот и все. Жене от этого мира. Поэтому Бог мне все объяснил. Для чего и почему. И теперь хрена лысого, кто мне что скажет. Понимаете? Вот потому что я там была. Я поэтому и могу помочь. Понимаете? Я поэтому и хочу помочь. Потому что я знаю, что это такое. Когда ты себя дерьмом считаешь. Это вранье. А это вранье. Это дух этого мира тебя против тебя настроил. Понимаешь? А сейчас мне пусть хоть весь мир скажет, что я за мной. Попробуйте меня кто-нибудь побудьте толпой. Мне по хую. Меня Бог любит. Меня все воинство небесное любит. Все ангелы. Бог. Понимаешь? Вот и все. И попробуй что-нибудь мне скажи. И царство небесное внутри меня. Я вам говорю. Поняли? Ну вот. И поэтому я вот. И у меня легко получается. Потому что я помню, как Бог меня с этого выводил. Выводил. Что он мне говорил. И я, собственно, ничего нового не придумываю. Я просто вам передаю. Вот. Как он меня. Так и я. Так и я. Он говорит. Машка, господи. Три ролика. Я уже без комплекса. Вот даже я вам говорю. Рассказываю. Как я. Как он мне что говорит. Понимаете? В духе. Вот и все. Вот и все. Вот и все.